Я снова и снова повторю сегодня, и, может быть, не раз это вы сегодня услышите. Я верю и знаю, что каждый человек, который присутствует здесь и сейчас слушает меня, может стать долларом миллионера. И это не какого-либо рода манипуляции, это не попытка что-то вам там продать. Это моя четкая уверенность, которая базируется на моем собственном знании и опыте, на знании и опыте моих клиентов, с которыми я вместе прошел на протяжении 15 лет, и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. Возвращаемся к системе. Я говорил о том, что, когда она тестировалась, результаты на российском рынке были порядка 100% в год. Сейчас, ну тогда я был молодым, амбициозным, то есть я больше рисков на себя брал. Были там и потери, да, после этого были потери, которые привели меня к тому, что я снизил параметры риска. Снижение параметров риска не потому, что я боюсь потерять, что мне страшно потерять деньги, а просто у меня сейчас на самом деле большое количество иждивенцев. Да, у меня на содержании папа, у меня на содержании мама, у меня, соответственно, супруга не работает, у меня трое детей, мы ждем четвертого. То есть от меня очень многое зависит. И поэтому подвергать лишний раз риску своей собственной инвестиции я не хочу. Хотя система такие результаты выдавала, показывала, и если вы молодой и амбициозный, если вы не обременены иждивенцами, то в принципе вы эту систему можете использовать с небольшим левериджем, и у вас могут быть сопоставимые результаты. То есть я сейчас заемный капитал в принципе не использую. То есть я работаю только на свои. Если вы захотите, я вам поделюсь своими результатами, то есть что я делаю со своим инвестиционным портфелем в настоящий момент. Но не то, что я делаю, то есть какую он имеет доходность за время, ну там с того же самого восемнадцатого года, когда у меня уже было трое детей. Я снова и снова повторю сегодня, и может быть не раз это вы сегодня услышите. Я верю и знаю, что каждый человек, который присутствует здесь и сейчас слушает меня, может стать долларом миллионером. И это не какого-либо рода манипуляции, это не попытка что-то вам там продать. Это моя четкая уверенность, которая базируется на моих собственных знаниях и опыте, на знаниях и опыте моих клиентов, с которыми я вместе прошел на протяжении пятнадцати лет, и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. То есть они планомерно идут к своему результату. Итак, давайте перейдем к вопросу, как же сделать один миллион долларов. Опять сейчас вещи, которые я буду говорить, покажутся очевидными. Я прошу заранее это простить, потому что я хочу, чтобы у вас была стройная система вытекающих логических умозаключений, что откуда выходит. Итак, как можно сделать капитал в один миллион долларов? Давайте зададимся таким вопросом. В данной таблице приведена информация, каким образом можно сделать капитал в один миллион долларов, откуда он берется. Чудес не бывает. Чем выше риск, тем выше доходность, тем ниже риск, тем ниже доходность. Соответственно, нам нужно понимать, в каком горизонте времени мы можем достичь капитала в один миллион долларов при различной норме доходности инвестиций. Если мы будем вкладывать под десять процентов годовых, то даже через двадцать пять лет мы собственных денег проинвестируем тысячу долларов на старте, сто долларов ежемесячно, пятьсот долларов на новый год и тысячу долларов на день рождения. Соответственно, в общей сложности за двадцать пять лет мы проинвестируем шестьдесят восемь тысяч пятьсот с доходностью 10 процентов наш капитал составит всего лишь двести восемьдесят шесть тысяч долларов. С доходностью 15 процентов через двадцать пять лет у нас будет капитал всего лишь шестьсот семьдесят девять тысяч долларов. С доходностью 20% капитал в 1 миллион долларов, то есть вот обозначена некая такая область зеленого овала, когда и при каких условиях мы можем получить капитал в 1 миллион долларов. Получается, что если у нас доходность наших инвестиций составляет 20% годовых, то наш миллион долларов образуется в промежутке между 20 и 25 годами. То есть в 20 лет это будет 650 тысяч, а через 25 лет это будет уже 1 619 миллион. Соответственно, с доходностью 25% годовых капитал в 1 миллион долларов будет сформирован в промежутке между 15 и 20 годами. Ну и соответственно, если у нас доходность инвестиций будет 30% годовых, то в этом случае наш капитал формируется где-то через 16-17 лет. Вот такие вот мы видим цифры. Да, ребят, чудес никаких нету, мы опять оперируем понятными нам цифрами, то есть где можно взять эту доходность. Соответственно, мы должны здесь понять одну простую вещь. Или мы имеем меньшую доходность, но закладываем более длительный срок, или мы имеем высокую доходность, и тогда должны ждать, что достижение нашей цели будет в неком таком обозримом будущем. И после этого возникает закономерный вопрос. Все это здорово, а где взять доходность 20, 25, 30%? Ребят, у кого такой вопрос возникает, напишите в чатике. Смотрите, мой собственный публичный эксперимент. Это мой собственный брокерский счет. Соответственно, здесь видно, вот я специально подсветил, что это брокерский счет, что это, соответственно, дата 29 сентября 2020 года в режиме реального времени идет, что это Петров Максим Витальевич, что это субсчет одного из моих детей. Соответственно, вот здесь видите, что среднегодовая доходность с октября 2018 года по настоящий момент, среднегодовая доходность 45, ну, 46%. Среднегодовая. Что значит среднегодовая доходность по алгоритмам расчета данной доходности у открытия брокера? Это значит, что я вкладываю не сумму какую-то, и она мне приносит доход, а она у меня растянуто. То есть вот точечки на графике, да, это период до инвестиций, то есть видно, что деньги докладываются. Но здесь просто идет немножко некорректно, потому что когда я размещал, открывал данную программу, делал публичный эксперимент, то в этом случае, получается, я открыл субсчет на своем основном счете. И проблема возникает в том, что мне приходятся дивиденды, которые приходят от акций в портфеле, они падают на основной счет, а не на субсчет. И поэтому, получается, мне приходится переводить, и у меня поэтому доходность плывет, и здесь результаты чуть-чуть лучше показываются, чем там, где я веду это публично, да, то есть где у меня происходит непосредственно аналитика по инвестиционному портфелю. Это, соответственно, как ведут себя портфели, как растет капитал каждого из моих детей троих, и это финансовый результат. То есть финансовый результат 2018 года, то есть само начало года было не очень удачным, потом 2019 год был годом роста, 2020 год тоже начали достаточно бодро, можно видеть на графике, что вот у нас бодрое начало 2020 года, вот она коррекция по финансовому результату, и, соответственно, сейчас вот по-прежнему мы непосредственно находимся в плюсе. То есть вот это сейчас у вас перед глазами то, что есть у каждого из моих детей. Я просто хочу показать, что этот результат есть. То есть мы говорим о чем? Чтобы сделать капитал в миллион долларов, да, нам нужна доходность, там, порядка 20-25% на горизонте 20-25 лет. Соответственно, закономерный вопрос возникает, где взять такую доходность, а возможно ли она, я вам показываю, да, возможно, вот пока это так. Откуда берется эта возможность? На каких концепциях базируется эта система? Я все вам про это непосредственно расскажу. Что называется самое вкусное? Что нужно иметь? На каких концепциях нужно строить свою систему инвестирования, чтобы у вас были результаты очень и очень близкие к тому, что вы видите сейчас на экране? Субтитры создавал DimaTorzok